И здравствуйте, это мы господа, с вами Серёга, мы продолжаем играть, продолжаем проходить XCOM 2. Продолжаем, ребята. И сразу же, что называется, с места в карьеру, да? По поводу... Небольшое лирическое отступление хотелось бы сделать по поводу того, как у нас происходит набор. Судя по комментариям, которые люди пишут под видео. Кстати, я вот так вот не делал никогда ракурс, да? Смотрите. Опоры там такие, ящики какие-то стоят там, инструментальные, по всей видимости. Классно. Так вот, по поводу того, что пишут люди в комментариях. Есть у нас набор. Это да. Но, поскольку желающих, на моё удивление, слишком много, ребята, прям реально много, то, соответственно, постепенно у нас люди добавляются в команду. Прямо реально постепенно, потому что ограничения у меня есть по материалам. Можно, как вариант, сделать следующее. Ну, на рассмотрение, скажем так, вам две идеи. Первая идея. Мы добавляем оперативников, как и добавляли. То есть, в таком же порядке. Потребность есть. Появляется новый оперативник. Мы его, соответственно, нанимаем, переименовываем. И появляется у нас один из подписчиков новым бойцом. Вариант номер два. Вариант номер два. Есть база данных, которая... Давайте, чтобы не быть голословным, я вам сразу покажу. Выйти в главное меню. Да. Есть база бойцов, которая создается совершенно случайно. У нас, кстати, господин... Господин Виноградов. Побритый наголо. Ну, к этому мы ещё вернёмся, да? Он довольный какой. Так вот, есть группа персонажей. Вот такой разделчик. Куда добавляются все персонажи, которых я создаю. То есть, я создал персонажа. Нажимаю вот здесь вот... В создании в казарме, когда создаётся. Он нажимает кнопочку изменить. И вот здесь вот есть добавить его в группу персонажей. И он, соответственно, попадает вот сюда. Также можно здесь создать персонажа совершенно нового. И он появится здесь, но его не будет в казарме. Смысл в том, что, когда мы будем продолжать прохождение, эти бойцы будут постепенно появляться сами. То есть, мы будем нанимать их. Они будут у нас появляться в списке бойцов, которые доступны для найма. Они будут случайно там в миссиях приходить. Ну, то есть, игра уже сама будет распределять, когда и кто появится. И на текущую секунду у меня на самом деле большая проблема. Количество бойцов, которые хотели бы поучаствовать, я начал записывать, ребята. Начал записывать, составлять список. Вот здесь у нас сейчас это те люди, которые есть в казарме. Сейчас мы их посмотрим. Тут у нас есть новенькие, кто добавляется. И, соответственно, общее количество вот этих бойцов. Вот здесь у нас их 2, 4, 6, 8, 10, 11. Общее же количество людей, которые желают поучаствовать на текущую секунду, порядка 50 человек. То есть, еще 40 человек мне нужно вот сюда добавить. Это огромное количество людей, ребята. Это реально огромное количество людей. Я могу взять на себя труд, озадачиться и, соответственно, потыкать и насоздавать, поменять имена, там, все это дело поприсваивать. И вот здесь насоздавать кучу народу, да. Берем там нового персонажа, меняем сразу же там ей имя, например, да. И она у нас будет, соответственно, находиться вот здесь вот в группе персонажей. И тогда остается просто сидеть и ждать, когда же игра соблаговолит закинуть этого персонажа, ну, в общую вот эту вот раздачу, где-то на миссии, может быть, придет где-то, мы сможем там нанять совершенно случайно. Поэтому подумайте и в комментариях мне напишите. А тем временем мы, соответственно, загружаемся и будем смотреть уже, будем смотреть уже нашу сохраненку, скажем так. Итак, вот наш кораблик и пойдемте посмотрим бойцов. В бойцах, соответственно, у нас есть новобранцы. Давайте по порядку, что ли, пробежимся. Первое. Кот Баюн у нас появился с позывным писатель. Он будет, соответственно, и где-то о персонаже, да, можно. Кот писатель Баюн ведет себя как ветеран боевых действий, но не спеши делиться своим прошлым, примечание Брэдфорда, кто старое помянет. Соответственно, такой персонаж у нас будет. Новички все. Опять же, это у нас все новички. Еще добавляется у нас Геннадий Желтов. Вот такой товарищ. Соответственно, тоже у него есть там своя биография, есть свои различные вещи, ну, различные моменты такие. Футболочка такая, немножко затасканная, но посмотрим, как это все будет выглядеть. У нас в любом случае появится броня, которую мы будем надевать на этих персонажей, да? Рошад Садыков. Вот такой вот брутальный мужчина. В дальнейшем у него появится позывной Горец, как он мне пишет, да? И, соответственно, ну, в общем, все это будет классно. Мне кажется, вообще просто потрясающе получилось. Прям такой вот колоритно-брутальный такой мужчина. Прям вообще жесть. Автоматики мы покрасили, и черная такая бронька. Ну, вообще он такой, весь такой черненький такой, да? А чечки я ему не стал надевать, никакие шапки, маски там и прочую фигню не стал надевать, потому что оно закрывает эту вот шикарную бороду с усами, волосы такие прям... Я не знаю, ребята, я прям дощусь. Вот вообще классно получился, согласитесь. И дальше. Кто у нас еще есть? Давайте смотреть. Ну и, в принципе, на текущую секунду все. У нас есть еще один новобранец, который непонятно откуда он взялся, и, соответственно, ну, в дальнейшем мы его переименуем. В дальнейшем мы его переименуем. Ну, как вариант... Как вариант, да? Три новобранца. И, опять же, ребята, много разговариваю, играть так и не начали, но последнее, что хотелось бы вам сказать, и мы начнем все-таки игру. Последнее, что хотелось бы сказать, у нас в дальнейшем будет здесь много людей, много новобранцев, будет большая казарма, какого-то ограничения по численности я не вижу здесь. То есть, у нас, видите, здесь даже нигде не пишут ограничения оружейные просто и все. То есть, я не вижу, чтобы нас как-то ограничивали. Одно ограничение – это наличие финансов, на которые мы можем набрать этих, соответственно, новобранцев. И поэтому их в дальнейшем будет достаточно много. Отдыхать они не отдыхают. То есть, если есть ранения, понятно, у нас люди лечатся, в бой не ходят, это все понятно. Но в любом случае их будет много. То есть, если мы добавляем 50 человек, 60, 70, то, соответственно, кто-то ходит на месте, кто-то не ходит. Удачно сходил, он опять будет в строю. И чтобы не получалось такого, что одни ходят, а одни сидят в казарме постоянно, я предлагаю делать следующим образом. У нас будет ходить подавляющее количество. То есть, вот сейчас мне надо будет пойти в бой, и я беру новобранцев, например, там, двоих новобранцев с самого низа. То есть, у нас вот на эту миссию пойдет, например, да, вот всех трех возьмем. И кого-нибудь с собой возьмем из уже более-менее прокачанных. Например, там, снайпера, да, или там, Вадима вот возьмем. Ну, то есть, чтобы не было прям у нас сборной из новобранцев. Поэтому как-то вот так вот. Люди, которые получают звание, перемещаются вверх. Новички у нас опять находятся внизу. Мы опять собираем команду, опять берем новичков с самого низа. И, соответственно, у нас такая ротация будет происходить. То есть, кто-то опыта нахватал, уходит вверх. Ну, соответственно, сидит в казарме до тех пор, пока не, опять, соответственно, не вернется вот к низу списка. Но это, опять же, в качестве размышления. Пишите свои комментарии вообще на эту тему. Мне было бы интересно почитать. Потому что людей, на самом деле, ребята, много. И не хотелось бы кого-то обидеть прям таким жестким игнором, скажем так, да? Так что пишите, пишите. Будем... Да что-то прям грохочет, там что-то разбирают у нас. Пишите, будем думать, будем смотреть и сообща выработаем какую-то стратегию. Потому что это не лонгвор и персонажи здесь не отдыхают. То есть, они после миссии готовы сразу же опять идти в бой. Ну, все. Собственно, на этом болтовня заканчивается. И мы начинаем и продолжаем, соответственно, прохождение наше. Тут темно, сыро и кругом металл. Многие из наших солдат, которые живут в обороне «Авенжера», он же у нас... Ну, как я не пытаюсь обидеть, он у нас горный парень. С гор спустился. Ах, смотрите, еще картинки меняются. И поэтому ему, наверное, такие вот пейзажи, которые равнина там, да? Наверное, интересно посмотреть. Итак, погнали. Погнали. Что у нас здесь происходит? Давайте вспоминать. Мы открыли черный рынок, штаб сопротивления, ресурсы. Три дня у нас здесь есть. И что нам нужно сделать? Завершить исследование шифрования пришельцев. Кстати, по поводу исследований. Давайте смотреть. Исследование. Где у нас каюта шефа? Вот здесь вот исследование. Магнитное оружие. Три дня, ребята, осталось. Три дня до магнитного оружия. Я предлагаю собрать вот здесь, например, ресурсики. Давайте. Давай, давай. Вот здесь ресурсы хапнем. Вот здесь можно ресурсы собрать. Магнитное оружие. Их магнитное оружие похоже на ранние прототипы рельсотрона. Оно выстреливает со снарядами. Со сверхвысокими скоростями. Шень нам продемонстрировала. Прикольные пушки такие. Итак, смотрим. Доступен новый предмет. Магнитная винтовка. Доступен новый предмет. Картечная пушка. Доступен новый предмет. Магнитный пистолет. Доступно новое исследование оружия Гаусса. Наконец-то взглянув поближе на устройство винтовки Гаусса, которую применяют солдаты Адвента, я убедился, что мы сможем разработать магнитное оружие, не уступающее ей по силе. Очевидный вопрос, почему просто не использовать то оружие Адвенты, которое бойцы сопротивления нашли на поле боя? Несколько лет назад пришельцы начали интегрировать в свое оружие что-то вроде технологии генетической верификации. Она не позволяет использовать это оружие тем, чья ДНК не была заранее внесена в ее код. К несчастью, система также может убить ничего не подозревающего подстороннего пользователя. Эту информацию необходимо распространить среди всех ячеек сопротивления, с которыми мы поддерживаем контакт. Что касается нашей собственной вариации данной технологии, доктор Шэнь и я взяли останки оружия пришельцев, обнаруженные на поле боя, и использовали их основные элементы для создания рабочего прототипа. Мы сможем наладить выпуск подобной системы, как только получим необходимые материалы. Тайга нам говорит. Великолепно, мне кажется. Магнитный пистолет у нас появился с какими-то проводами, смотрите. Заметное улучшение. Картечная пушка. Это у нас дробашек такой появился новенький, да? И магнитная винтовка. Великолепно. Нам нужно изучить шифрование пришельцев по оружию, да? И давайте вайпера, наверное, вскроем. Полагаю, мне следовало бы уже привыкнуть к скрещиванию генетического материала людей-пришельцев. Да. Это рептилийное creature с такими динамоменными функциями и сомневообразно нестабильное. Инважный период инвазионного опорта incluют рептилийных способов с некоторыми рептилийными качествами. Но ничего не так очевидно, как это. Не хотелось его перекрикивать, поэтому, ребята, здесь мы, собственно, читаем, и мы, наверное, сделаем... И мы, наверное, зайдем в настройки, изменить настройки, настройки голоса. Это бойцы у нас орут, да? Громкость речи. Вот это, наверное, может быть убавить, да? Речь солдат, и я поставил язык солдат по национальности. Национальность я поменял на Россию, но не знаю, посмотрим, как оно будет выглядеть вообще. Ну, в общем и целом, как-то вот так. Все, погнали, исследование у нас заказано, все зак... А, нет, ребятушки, мы сейчас сделаем вот такую штуку, зайдем в оружейную. Нет, в инженерный отдел. Производство предметов. Оружие. Картечная пушка. Сто двадцать пять материалов. Шестьдесят материалов. Ну, винтовка, наверное, у нас все-таки побольше спросом будет пользоваться. И больше нам ни на что не хватает, да? И, как мне подсказали в комментариях... Я тут просматривала старые файлы, которые Центр хранил до военных времен. Там встречаются записи на английском и похоже на ломаном немецком. Надо бы его спросить, что это такое. И, как мне подсказывают, у нас не меняется, да? Не тратится оружие, поэтому у нас все бойцы автоматически вооружаются, да? Смотрите. Оснащение, магнитная винтовка у нас сразу же появляется. Просто великолепно. Просто великолепно, да? Цвет оружия. Классно. И нам придется всем менять пушки. Нам всем придется менять пушки. Интересно. Персонажи, фамилия, имя, пол. Цвет глаз. Раса, цвет волос, цвет кожи, цвет оружия. Дополнительный цвет брони. И, в принципе, как-то... Как-то вот так. Ну, ладно, пробежимся. Потом я в дальнейшем, соответственно, с оружием там у них поработаю. Что там будет и как, да? И опять же, что касается бойцов. Немножечко вернемся. У нас... Вадим Веремчук получает новый позывной. Получает он у нас... Вот так вот выглядит теперь. И, соответственно... Так, цвет оружия. Давайте какую-нибудь винтовочку ему. Тоже такое. Ржавый человек такой. Ржах такая. Прям вообще. Тоже классно получилось, да? Это, соответственно, Вадим Веремчук. Позывной я ему поменял на старый гном. Все это хорошо. Дальше. Николай Виноградов у нас. Подождите. А какого черта? Изменить. Я же тебе парень. Подождите. Лицо, волосы. Я же тебя брил уже. Какой ты ловкий. Отрастил уже, что ли? Ну и, соответственно, Николай Виноградов у нас на лосо стрижется. И все остальные как есть. Все, мы готовы. Долгое такое у нас вступление получилось. Ну уж, простите, хотелось с вами поделиться этими мыслями. Давайте ресурсы еще заберем. Мы собрали все доступные ресурсы в этом месте. Через несколько недель сопротивление пришлет нам дополнительный материал. Доступен новый персонал. Но у нас нет денег. У нас нет материалов, ребята. Бродида, чипсы. Разведданные здесь есть какие-то? Ну, мне кажется, надо, наверное, получить разведданные. Давайте вот сюда. Сюда сгоняем, посмотрим. Нам нужны сейчас всякие ресурсики. Кстати, материалов 115. Можно. Отлично. Можно еще будет заказать либо пистолеты, да? Ну, пистолеты только для снайперов, мне кажется. Но можно будет дробовики, например, заказать. 125 материалов нам будет. Партизанская школа. Доступна покупка обновлений для тактических действий и отряда. Доступна новая служебная ячейка. Осуществляет подготовку новобранца в качестве отдельного класса. Микки Оуэнс ожидает назначения. Давайте посмотрим, что за отсек там. Классно. Тренажерку построили. Ха-ха-ха. Игруши, смотрите, видели? Смотрите. В качестве сектоидов. Прикольно. Вакансия требуется боец. Во! Во! Отлично! Смотрите. Ну, давайте вот на этом поэкспериментируем. Я потом его переименую. Сможет пройти обучение специальности в партизанской школе и стать рядовым выбранного класса. Во время обучения он не сможет принимать участие в боевых операциях. Продолжить? Эм... Да, продолжить. Гренадер, рейнджер, снайпер, специалист. Ну, давайте, наверное... Снайперов у нас не так много. Потом, соответственно, кого-нибудь... Пять дней будет учиться. Соответственно, потом мы будем уже... Как сказать? Ну, переименую я его и кто-нибудь у нас будет снайпером сразу. По-моему, неплохо, да? Смотрите, тут всякие тактики, там еще что-то. Классно. Хорошо. Так, экспериментальный боеприпас у нас тут... Один день осталось. И что еще? И отсек. Один день. Шикарно. Но нам нужно будет что-нибудь построить для энергии. Инопланетные обломки расчищены. Появилось место для строительства. Борис Сидоров ожидает назначение добытой трофеи. Материал 21. Шикарно. Давайте закажем что-нибудь. Реле питания. Три энергии нам даст. Ежемесячная стоимость обслуживания 10. Да, давайте. Реле питания. У нас есть свободный инженер, который может помочь со строительством отсека реле питания. Хотите назначить его на эту позицию? Да, давайте назначим. Микки Овенс у нас идет помогать строить. Шесть дней будет это дело строиться. И партизанская школа. Тут у нас народ что-то обсуждает. Кто-то тут вяленько так на тренажере уже ходит. Прекрасно. Прекрасно. 56 материалов осталось. И никакие пушки мы заказать не можем. Трассирующие пули. Этот особый тип боеприпаса добавляет плюс 10 меткости за счет продвинутых систем, самостоятельно отслеживающих цель и передающих данные стрелку. Один предмет, рассирующий пули, был добавлен в инвентарь. Так. И... И где их брать? Шеф, я благодарна за то, что вы наняли еще персонал. Прямо сейчас у нас есть люди, не получившие назначения. Их можно отправить заниматься строительством, расчисткой или работой в отсеках. Так, давайте посмотрим. Инженерный отсек. Зона испытаний. Что у нас здесь есть? Выберите исследования. Черепной бур, экспериментальные боеприпасы. Ну, это мы уже сделали, да? И экспериментальная граната. Блин, ну давайте гранату, наверное, сделаем. Хорошо. Так, здесь у нас что еще? Светошумовая граната, говорят, классная вещица. Ну, давайте сделаем одну. 35 материалов. Не, ребята, надо подкопить немножко и заказать дробовики. 125 материалов мне надо. Поэтому пока с ресурсами напряг. Оружейная. Бойцы, наверное, да? Посмотрим, например, Кот Баюн. У него вот такая винтовка, да? Улучшение оружия. Две доступные ячейки. Какая красота. Вы только посмотрите. Урон 5,7. Размер магазина 4. Оснащение давайте посмотрим. Урон. Урон 3,5. 5,7. Нифига себе, ребята. Магнитные пушечки-то. А, ну и вот, мы можем поставить трассирующие пули плюс 10 меткости. Вот сюда, за место гранаты, да? А наноуровневый жилет дает нам вот здесь вот плюс одну единичку здоровья. Всего лишь. Ну, мне кажется, гранаты как-то повеселее. Это, да? Неплохо. Неплохо. Хорошо. Погнали, продолжаем. Что у нас здесь? Найдено новой цели. Мы обнаружили новые цели для партизанских операций против Адвента. Просьба о помощи сразу из нескольких мест. Предотвращает события. Прокладка из плава Адвента. Улучшает броню сил Адвента. И здесь 116 разведданных мы получим. Проект Аватар. Незначительный прорыв. Добавляет 1 единице. Проект Аватар. Вот это надо затащить, да? Защитить устройство. А здесь взломать скрытый компьютер сопротивления. Но здесь нам ученого дадут. А здесь только 116 разведданных. Но мы сорвем проект Аватар на 1 единицу. Я думаю, что это актуальная такая штука. Давайте собираться будем. Выдвигаться у нас 4 единички у проекта Аватар. Одну снесем, да? И вот они, наши ребятки. Вот они, наши ребятки. Давайте снайпера, наверное, с собой возьмем. Снайпера с собой возьмем, да? Или без снайпера сходим? Как вы считаете? Давайте, наверное, без снайпера сходим. У нас на снайпера обучается. А давайте новобранцами сходим. Магнитная винтовка. Все с гранатами. Как в первый раз. Нет, у нас с нами идет Вадим Веремчук. Он нам поможет. Поехали. Поехали. Силы сопротивления проникли в сеть Адвента через точку доступа в этом районе и добрались до сведений, касающихся текущей операции противника. К несчастью, Адвент засек сигнал, и теперь пришельцы собираются избавиться от установки. Необходимо нейтрализовать все силы неприятеля, которые могут уничтожить наверное, это устройство. Трущобы. Мясная тропка. Чикаго. Нам необходимо защитить устройство. Задача ликвидировать всех врагов и захватить и защитить передатчик. Поехали. Поехали. Посмотрим. Противник выдвинул силы для уничтожения передатчика. У нас мало времени. Нужно зачистить сектор. Хорошо. Двигаемся. Погнали. Смотрим здесь. Туда движемся. Хорошо. Пока что никого не видно. Может быть, дверь откроем? Посмотрим. Посмотрим, кто там есть. По-моему, никого. Погнали. Вот сюда, например. Хорошо. За полное укрытие, да? Ну и двоих. И двоих вот сюда отправим. Хорошо. Есть контакт. Ну и здесь тогда. Вот сюда. Отлично. И вот они, первые враги. Вайпер и Копейщик. Пойдет, пойдет. Сейчас начинаем их месить сразу. Или не сразу. Давайте мы, например, одного вот сюда. Вот так вот, да? Одного вот сюда. И одного. Ну вот, если сюда поставим, то он не достанет до него, да? Как вариант, можно вот сюда поставить. Да, давайте. Почему нет? Вот сюда поставим. Тут у нас полное укрытие. Вроде как здесь гражданский палец. Итак, боеготовность. Боеготовность. Не запалили, смотрите. Ха-ха-ха. Хорошо. Хорошо. Хорошо в деревне летом, да? Скрытое наблюдение. Мы должны их порвать, ребята. Мы должны их порвать. И здесь начинаем стрелять. Начинаем стрелять по Вайперу. Погнали. Три уклонения царапина. Да, они заколебали. И пошел расстрел. Погнали. Мочи козлов. Так, Вайпер сдох. И этому в стране накидали, но недостаточно много. Эх, сейчас, по-моему, 4 хп-то. Сейчас будет кому-то грустно. Фу, промазал. Лошара. Промазал. Ох, как повезло-то. Как повезло. Так, давайте убивать его нафиг. Немножечко двигаемся вперед, чтобы фланговать его. И здесь особо никого не сорвать, да? Наверняка еще есть враги. 76. 9 крита. Вот это у нас пушки. Повышение. Отлично. Вот это, ребята, у нас пушки. Так, хорошо. Все, мы этот пак замочили. Перезаряжаем. Боеготовность, на всякий случай. Перезаряжаем. Я уже понял, что... Надо как-то нам тут поаккуратнее. Вадим идет вперед. Перезарядочка. Перезаряжаем. И начинаем двигаться. Наверное, нам вот сюда куда-то надо, да? Передачку к этому. Давай. Пошел вон. Гражданские... Прид... Ох ты ж. Майки уже у нас стали попадаться постоянно. Так, 66. Блин, ну надо пытаться, наверное, как-то, да? А может быть, кто-то подбежит и гранату с таки... Там гражданский сидит, скотина. Так бы неплохо обвалить вот здесь вот стену. Он упадет еще, дамаг получит. И мы ему потом будем накидывать, да? Как далеко граната летает у нас? Слабовато. Пытаемся попасть. 66%. Огонь. На 4 урона сквозь 2 брони. Хорошо, наполовину. Просто убил его наполовину. Потрясающие пушки. Мне нравится уже. Так, дальше. Кто у нас еще есть? Нам нужно как-то... Давайте одного сюда. Невидим мы отсюда, да, его? Здесь мы что-то взломать можем. Вот эту наблюдательную. Что даст? Давайте проверим просто, что там будет происходить. Так. 64% получите небольшой запас внеземных сплавов. Неудачный взлом раскрывает противникам вашу позицию. Так, собственно, плевать. Получите большой запас внеземных сплавов. 36%. Нет, давайте вот небольшой запас. Ну, с Богом. Успех. Отлично. Отлично. Какой-то небольшой запас. Насколько небольшой? Мы так-то, если что, ход потеряли, да? А, нет. На боеготовности можем оставить его. Хорошо. И мне кажется, здесь мы будем... Блин, здесь... Давайте вот так. Вот так вот тогда. 66%. Попадешь, нет? Давай, Рошад, ты должен попасть. Великолепно, но... Блин, одна... Одна единичка у него осталась. Давайте вот здесь на боеготовности тогда подержим. Может быть, код-то у нас попадет с боеготовности. Будем надеяться. Давай, 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 давай. Сюда иди. Котик. Отлично. Месим, месим. И там еще копейщик. Тогда наверху я увидел. Повышение. Да, и тут копейщик у нас есть. Куда он ломится? Что будет делать? Стреляет. Мазло. Мазло. Так, хорошо. Но мы здесь проще сделаем. Мы здесь проще сделаем. Ну-ка. Подождите. Да вот так вот, на, лови. Сносим нафиг эту стеллу. Пойдет. Вместе с частью его ХП. Так, кто у нас? Рошад Садыков получил повышение. Кот получил повышение. Вадим. Подождите, а у нас... И Геннадий. У нас все три новичка получили повышение. Это великолепно. И здесь у нас... Вадим двигается вперед. Попробуем ему тоже повышение взять. 79. Огонь. Семь урона. Офигенно. Офигенно. Это... Крутые пушки у нас, ребята. Это крутые пушки. Так, давайте. За полное укрытие. Особо вперед не горцуем. Здесь мы вроде как все паки сорвали, да? Кто у нас еще остался? Рошад. Вперед. Ну, не знаю. Давайте вот сюда. Чтоб... По минимуму посветить. А то опять какой-нибудь Мэг появится. У нас патронов нет. Перезарядка. Перезарядка. Хорошо. Так, здесь мы двигаемся. Здесь мы двигаемся. В полное укрытие. Геннадий. Давай. Пока стоишь. Рошад. Блин, здесь негде прятаться. Может быть сюда? И мы сможем здесь... А зачем нам залазить? Нам вот здесь надо, да? Быть. А быть нам можно здесь только через окно. Ну, например. Тогда мы идем вот сюда. Давай, погнали. Хорошо. Есть контакт. Здесь мы... Здесь мы можем прямо вот сюда рвануть. Ну, как вариант, да? Давайте, наверное, бойцов туда переведем. По-моему, неплохо, да? Вот здесь кучканемся и последний. А вот здесь мы можем легко засветить какой-нибудь пак. Нет, давайте здесь на боеготовности оставим. Перезарядка. Теперь двигаемся. Может быть, посветим кого-нибудь. Никого не видно? Перезарядка. Здесь... Здесь тогда заглянем. Никого. Боеготовность. Здесь заглянем. Внутрь. Так, и чё? Угроза 1-5. Мы видим цель. Защищайте это оборудование всеми доступными силами. Боеготовность. Угроза 1-5. Ну, и здесь, собственно, мы внутрь можем зайти на следующий ход, да? Но пока что около окна встанем. То есть двое сюда, двое сюда. Боеготовность. Боеготовность. О, кто-то впереди идет. Смотрите. Это чё такое? Да хорош. О, что-то. Здрасте. Ну-ка под моих пацанов на боеготовности. Через стену не попал. Еще боеготовности. Вот так вот. И какой... Какой-то ништячок. Какой-то ништячок. Какой-то ништячок выпал, ребята. Надо его срочно. Срочно брать. Так, интересно, вот отсюда мы увидим его. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Как тебе поживается, скотина? Хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ну-ка. Подтверждаю. Все враги мертвы. Зона чистая. Статус confirm. Миссия выполнена. А вот это заберут же, да? Это должны забрать. Продолжить. Сейчас посмотрим, что мы взяли. Вадим Беремчук. 100% попаданий. Больше всего атак. Средний урон за атаку 4.85. Чаще всего под огнем. Геннадий Желтов. Ну, по нему стреляли, да. Больше пройдено. 25%. Кот Баюн. Классно, ребята. У нас все новички получили повышение. Это шикарно. Мы не пострадали. Уже тащим, тащим. Ну, согласитесь. Прям. Прям по тактике грамотно. И вообще. Просто супер. И самое, что главное. Винтовки новые. Очень сильно помогают. Вы оценили? Вы оценили, да? Как они хороши. Я прям сильно доволен. Еще надо дробовики сделать. И пистолеты. Итак. Складывается ощущение, что бойцам там все пофигу, и они месят всех. Итак. Момент истины. Ну что, рулеточка такая у нас пока что идет, да? Новобранец Желтов. Повысить. Геннадий Желтов. Пендальф у нас становится снайпером. Способность общевит. Хорошо. Продолжить. Рошад Садыков. Он хочет саблю. Я знаю. Давайте нам рейнджера. Получает выстрел гранатой. Да. Не вошло. Не вошел рейнджер. Ну что, Рошад? Желание будет? Переучим. Ты напиши в комментариях. Если что, переучим. И Кот Баюн получает у нас протокол помощи. То есть, он у нас по медицинской ветке пойдет. С дронами будет бегать, да? Великолепно. Великолепно. Ну, в принципе, те, кто медики, мне кажется, они будут чаще других ходить. Итак, мы забрали модифицированный... Ох ты ж, ёкарный ты бабай. Вы смотрите. Увеличивает меткость на 10. Меткость у нас на 10 возрастает. Ядро Иллерия мы забрали и модифицированный прицел. У нас были прицелы, но они на 5. Меткость увеличивали, да? Инопланетных сплавов 10. И куча трупов. Шикарно. Разбор Мэка Адвента. Несмотря на гуманоидную форму, у этих боевых машин нет пилота или какой-то биологической системы управления. Надеюсь, когда мы разберем их на части, я смогу скопировать некоторые элементы для нашего оружия и роботизированных систем. Прекрасная работа. Несомненно, ваш успех в перехвате данных в чертежи систем Адвента станет болезненным ударом по текущим разработкам пришельцев. Шикарно. Шикарно. И... Где? Где проект Аватар? Шеф нам удалось достичь определенных успехов. Награда Мощность Мстителя. Смотрите. Это что такое? Расследовать. Поехали. Здесь мы разобрались. Мощность Мстителя. Клиника какая-то. Здесь у нас черный рынок, здесь у нас получить разведданные. Ну, давайте пока мощность Мстителя сделаем. Давайте посмотрим. Я нахожу крайне необычным тот факт, что существо, ранее известное как Дохляк, в итоге оказалось генетической модификацией этих инопланетных рептилий. Итак, я считаю поистине удивительным то, как легко некоторые виды пришельцев адаптируются к постоянным генетическим преобразованиям, которым их подвергают. В случае с Вайпером, существом, ранее предназначенным для скрытого проникновения и известным под кличкой Дохляк, пришельцы теперь сознательно не скрывают его истинный облик. Без введения большой доли человеческого генетического материала Вайпер принимает форму рептилии, сохраняя при этом тот же уровень интеллекта и боевых способностей. Змеевидный облик Вайпера во многом напоминает безногих пресмыкающихся, широко распространенных на земле. Усиленная мускулатура тела позволяет ему принимать вертикальное положение, а две слабые, но развитые руки могут управляться с традиционным оружием. Из всех видов пришельцев, что мы наблюдали на поле боя, перспектива столкнуться с умной змеей два метра высотой кажется мне наиболее пугающей. Доступен новый проект в зоне испытаний военно-полевая медицина. Вайпер впрыскивает своим жертвам мощнейший яд, способный свалить даже самого крупного и здорового солдата, однако в нем также содержится ряд энзимов, который можно изолировать и использовать в аптечках, заметно повышая свертываемость крови при ранениях. Шикарно. Оружие Гаусса, это наверняка может какие-нибудь снайперские винтовки, судя по вот картиночке, да, смотрите, сошки, там сюда прицел, вот такая ложа для прицела здесь такой есть. И Мэка мы можем разобрать за пять дней расшифровка планшета. Блин, черт возьми, и это хочется, и это хочется. Давайте может быть планшетик, листовая броня. Кстати, да, вот неплохая вещица, мне кажется, доступен, у нас будет новый вид брони какой-то. И хочется, и колется, блин, и мама не велит, черт возьми. Шифрование шесть дней. Давайте листовая броня. оружие гаусса, разбор мэка адвента, тоже бы неплохо, да, что-то такое сделать. Может быть, своих мэков мы сможем производить, нет? Но это было бы совсем халява, после исследования вражеского мэка начать своих штамповать. Но тем не менее, может быть, постройка какая-то разблокируется. Давайте расшифровку планшета адвента. так. Имидитли. Имидитли. Приступаем. Имидитли. И у нас почему-то проект Аватар не... в общем не скинулось. Я не понял почему, но Западная Азия. Нам же писали, что минус одна единичка. Какого черта? Свободный инженер. Где ты? Где ты у меня свободен? Давайте что-нибудь расчищать, например. Раз... Вот инопланетные обломки. Давай, Давай, назначаем вот этого. Расчистить. Хорошо. 56 материалов у нас... Да что ты, не то нажимай. Давайте зайдем в оружейную. Потом зайдем мы в партизанскую школу. Новичок какой-то у нас. Отменить обучение на снайпер. Да, отменить. И берем мы... А, мы только новичка можем. Блин, зря отменил. Я хотел господина Садыкова сюда отправить для получения шашки. Ну, давайте снайзером сделаем, господи. Как и было, да? Рашад пришел такой, ты че, блин, шашку выдай мне. уже пришел терки здесь наводить. Горячий горный парень. Итак, оружейная партизанская школа бойцы. Ну, давайте, Рашаду мы сейчас улучшение оружия. Доступная ячейка, модифицированный прицел, меткость плюс 10. На пулемет поставим ее, да? Ну, хотя с пулемета, блин, у нас же они поменяются потом на эти, что-нибудь типа Гауссов, наверное, да? Блин. Геннадий Желтов у нас только такая у нас снайперка, но опять же у нас будет другая снайперка. В общем, надо улучшение оружия. Вот сюда мы ставим прицел. Смотрите, вот так вот выглядит без прицела и вот такой вот прицелища. Офигеть. Ставим, короче. И еще одна ячейка у нас доступна, но ни черта у нас нету. Вот это, вот это агрегат, да? Вот у себя эх, свет оружия. Давайте какой-нибудь тоже колоритненький такой. Давайте вот красный. Хорошо. великолепно. Великолепно. Аксессуары, камуфляж, оружие и какой-нибудь там цифра. Пятна. Давайте пятна. Великолепно. Все, ребята, с персонажами я буду играться уже, соответственно, в следующей серии. Вернее, между серией с ними я буду играться, потому что мне, честно говоря, доставляет удовольствие посидеть, там поковыряться, всякие там штуки поперебирать. Кастомизация просто потрясающая. И чем больше звания у бойца, тем, соответственно, больше возможностей для его кастомизации. И, соответственно, пишите мне в комментариях, не могу винить Шен за недоверение Тайгану, но сейчас мы не в том положении. Понятно, там свои какие-то у них там межотделовые терочки идут. Хорошо, ребята, пишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу бойцов, по поводу набора, по поводу списка. Помните, в начале серии о чем я говорил? Так что пишите, с нетерпением жду ваших комментариев. Ну и, соответственно, тех, кого до сих пор нет в отряде, ну, я озвучил, ребята, всем прям мгновенно угодить не могу. Мы можем вот сейчас еще заказать, конечно, новичков там одного-двух, да? Одного, по всей видимости. У нас же там какой-то штраф висит. Да, 50 материалов стоит. Адвента подосрало нам немножко, но, опять же, нам нужны материалы, нам нужны стволы и прочее, прочее, но по возможностям, соответственно, будем набирать. Будем набирать. Так что пишите свои комментарии. А на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Серега. Увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok